Добро пожаловать на Hanyus.ru Вы смотрите 162 выпуск нашего проекта Это интересно! И сегодня мы поговорим о самых быстрых в мире плавательных средствах И начнем наш сегодняшний выпуск с самого быстрого катера на планете Spirit of Australia Он был построен простым энтузиастом Кеном Варби во дворе собственного дома в далеком 1978 году В том же году на реке Тьюмут в Австралии на этом катере был установлен мировой рекорд скорости 511 км в час, который не побит до сих пор Spirit of Australia оснащен реактивным двигателем Westinghouse J-34 который был разработан в 40-х годах прошлого века и использовал с разнообразных самолетов А самым быстрым гидропланом является турбинный Bluebird K-7 который вставил рекорд скорости на воде 7 раз в 1955-1964 годах Во время его последнего заплыва по озеру Даблинг в Австралии он развил невероятную скорость в 444 км в час К сожалению, его пилот Дональд Кэмпбелл погиб в 1967 году пытаясь достичь скорости в 482 км в час А что же касается самого быстрого катамарана то им является Spirit of Qatar Его максимальная скорость равняется 393 км в час благодаря спаренным турбинам Lycoming общей мощностью в 9000 лошадиных сил Заслуживает нашего внимания и самое быстрое электросудно Cigarette AMG Electric Drive Concept В этом электрическом катере, созданном компанией Mercedes-AMG в сотрудничестве с Cigarette Racing установлено 12 электродвигателей общей мощностью 2200 лошадиных сил Это позволяет катеру сгоняться до 160 км в час что делает его самым быстрым в классе А самой быстрой яхтой в мире является судно World is Not Enough спущенное на воду в голландской верфи Millennium в 2004 году Яхта оснащена двумя двигателями Paxman мощностью под 5336 лошадиных сил и двумя газовыми турбинами на 4600 лошадиных сил Благодаря этому судно способно развивать скорость до 70 узлов или 129 км в час Его проектировал известный военно-морской архитектор Франк Мульдер Крупус яхты создан из алюминия с применением авиационной техники При этом поражает не только его скорость, но и очень низкий уровень шума и вибраций О том, что яхты движутся с огромной скоростью, пассажиры смогут поднять только когда поднимутся из своих комфортных кают на капитанский мостик Яхта может поднять на борт 10 пассажиров и 8 членов экипажа А самым быстрым боевым кораблем считается канадский HCMS Brass Door 400 В 1969 году он установил мировой рекорд скорости в своем классе 116 км в час, который не удалось побить до сих пор HCMS Brass Door представляет собой экспериментальный корабль на подводных крыльях который был спроектирован по идеям Александра Грэхэма Белла и оснащен двумя газотурбинными двигателями Pratt & Whitney К сожалению, эксперимент был закрыт в 1971 году и единственный построенный корабль был выставлен на обозрение в Морском музее Квебека Напоследок поговорим о самой скоростной подводной лодке которая является советская Ка-222 Она была спущена на воду в 1968 году и в подводном положении достигала скорости свыше 82 км в час или 44 узлов Она могла похвастаться титановым корпусом, двумя атомными реакторами и двумя паровыми турбинами мощностью 80 тысяч лошадиных сил Благодаря сочетанию небольшой массы и высокой мощности подлодка могла на максимальной скорости нести на борту экипаж из 82 моряков 10 противокорабельных ракет P-70 Amethyst и 12 533-мм торпед За дороговизну в постройке эту подлодку прозвали «золотой рыбкой» А на этом все Предлагайте свои темы будущих выпусков Подписывайтесь на наш канал Оставайтесь с нами на hanyus.ru И помните, знание – сила!